9 марта Масленица собрала жителей поселка Заводской на традиционные гуляния. В течение нескольких часов местные деятели культуры и творческие коллективы развлекали участников праздника. Водили хороводы, танцевали и пели заводные песни. Поздравить всех собравшихся пришли официальные лица. Поздравляю всех жителей города Артема с приходом весны. Желаю всем, чтобы у всех садоводов, любителей, профессионалов на огородах все выросло и получили хороший урожай. Ну всем здоровья, счастья и всех благ, которые вы себе сами запланировали. Широкая Масленица удалась на славу. Не скучали ни дети, ни взрослые. Каждый нашел себе развлечение по душе. Пока одни угощались блинами, другие фотографировались и катались на лошадях. Площадь зовут Тиша. У нее образ единорога. Это самый известный герой мультфильмов. А те, кто хотел показать удаль молодецкую, участвовали в исконно русских забавах. В боях на бревне с мешками, поднятии гири и перетягивании каната. Мы сегодня здесь собрались, чтобы поднимать людям настроение. Вот прекрасный день Масленица, раздавать конфеты, блины, бублики. Я хочу поздравить всех с этим великолепным праздником Масленицы, всех жителей поселка Заводской, всех, кто это организовал, всем респект. Блины очень вкусные, чай очень душистый. Все прекрасно. Чтоб женщины улыбались всегда, любили мужчин своих. И дай бог им здоровья. Самым популярным аттракционом оказался столб, на верхушке которого висели подарки. Покорить его было сложно, поэтому забраться наверх удалось лишь нескольким умельцам. Настоящий восторг среди зрителей своей физической подготовкой вызвал девятиклассник Егор Пихурин. Петуха выиграл. Не знаю, хотел, потому что четыре года лазил. Поднимаюсь, все разы. Мультиварку снял, чайник и бутербродницу какую-то. Тяжело, да. Сначала как бы ползешь, потом трудно становится после середины. А в завершении праздника на потеху взрослым и детворе сожгли чучело, объявляя тем самым конец зиме. Как только догорела Масленица, участники гуляния продолжили танцевать и веселиться.